Схему придумал руководитель. В Тернопольской области в ТЦК выбивали взятки с военнообязанных. В Тернопольской области пятерым работникам ТЦК объявили подозрения. Преступная группа брала взятки у мужчин, которые хотели избежать мобилизации. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на Национальную полицию Украины. Следователи полиции Тернопольской области объявили, работникам одного из районных ТЦК и СП, подозрения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы. Правоохранители установили, что организовал коррупционную схему руководитель местного ТЦК. К делу привлек еще четырех человек. Трое из них – работники центра комплектования, один – бывший военнослужащий. Члены ОПГ требовали и получали неправомерную выгоду за решение вопросов во избежание мобилизации военнообязанными. Непрохождение ВЛК, обновление военных данных, получение отсрочки от прохождения военной службы. Чтобы заставить военнообязанных платить, подозреваемые прибегали даже к угрозам, избиению и похищению людей. В месяц заработки злоумышленников составляли от 100 тысяч до 150 тысяч долларов. Напомним, что недавно в Тернопольской области ликвидировали схему в ТЦК. Преступный план для желающих избежать мобилизации был налажен чиновниками одного из районных территориальных центров комплектования области. В месяц заработки злоумышленников составляли от 100 до 150 тысяч долларов. Напомним, что тогда правоохранители вручили подозрения руководителю Борщевского ТЦК ИСП, а затем и руководителю Залещицкого ТЦК ИСП. Однако по информации СМИ, это не единственные причастные к схеме, есть множество сообщников. Ранее мы также писали, что возле границы в Одесской области задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся незаконно скрыться за границу. Продолжение следует...